Привет, друзья! Меня зовут Антон Ломаев, я художник и с недавних пор автор книг. И сегодня я хочу вас познакомить со своей новой книжкой, которая называется немного необычно, называется она «Бом-бом-бом. Цирковая сказка». Эта книжка немного необычная, эта книжка авторская, и эта книга скорее не писательская, а именно книга художника. В этом ее секрет. В ней, конечно же, есть текст какой-то, но не менее важную роль в этой книге играют иллюстрации, которые для меня важны и через которой, в общем, большую часть сюжета я и рассказываю. Поэтому сегодня я вам прочитаю немножко из этой книжки, но на самом деле, если вы хотите с ней познакомиться лучше по-настоящему, все-таки ее надо взять в руки и посмотреть. Итак, книжка называется «Бом-бом-бом. Цирковая сказка». В начале ничего не было, а было только белое. Потом раздался треск и появился пингвиненок. «Кто я?» – пропищал он. «И где?» Но никто не ответил. Пингвиненок прислушался. Внутри него что-то негромко билось. Вот так. Тук-тук-тук. Совсем тихо. А издалека, с той стороны, где был виден свет, намного сильнее, но очень похоже. Гул каракатала. Бом-бом-бом. Пингвиненок стряпнулся и поковылял навстречу этому звуку. И почти сразу встретил Большого. Большой был так велик, что пингвиненок с трудом сумел рассмотреть его целиком. Длинный-предлинный нос, огромные-преогромные уши, тело наполовину скрытое в тени, украшала попона, на которой раскинулся целый мир. Деревья, цветы, звери и птицы. «Кто вы?» – изумленно воскликнул пингвиненок. «И скажите, пожалуйста, кто я?» Большой внимательно посмотрел на малыша, улыбнулся и низким голосом ответил. «Я – цирковой слон. Да и ты, я думаю, наш – цирковой». С этими словами слон протянул пингвиненку яблоко, протрубил на прощание и величественно удалился в темноту, откуда доносилось бом-бом-бом. А пингвиненок пошел дальше и увидел сильного. Сильный был почти такой же большой, как слон. Его лицо украшали пышные черные усы, закрученные колечками, а широкую полосатую грудь пересекала лавента в звездах. Могущие руки легко подбрасывали в воздух тяжелые железные гири. Заметив пингвиненка, Сильный перестал подбрасывать гири и наклонился. «Здравствуйте!» – осторожно приближаясь к нему пропищал птенец. «Скажите, пожалуйста, кто вы и кто я?» «Привет, малыш!» – громовым басом ответил полосатый. «Я – цирковой силач. Да и ты, как я посмотрю, наш цирковой. Слышишь, нас зовут. Скоро начинается». С этими словами силач протянул пингвиненку в подарок одной из своих бесчисленных звезд, легко подхватил свои шары гиря, словно они ничего не весили, и ушел туда, откуда звучало призывное бом-бом-бом. Пингвиненок продолжил свой путь и вдруг за поворотом увидел страшного. Страшный с рычанием крутил в когтистых лапах горящий обруч. Его рыжая грива напоминала пылающий костер, а вид оскаленных зубов заставил малыша зажмолиться. Замерев, он почувствовал, как страшно осторожно обмюхивать его. «Не бойся меня, малыш!» – раздувалось рядом его раскатистый рюк. «Я свой, я цирковой лев!» Пингвиненок пряткал глаза и робко пропищал. «Скажите, цирковой лев, а кто я такой?» «Хм, точно не скажу, но сердце мне подсказывает, ты тоже наш, цирковой!» Лев снял с груди белую ленту с вышедыми на ней пылающим сердечком и протянул пингвиненку. «Это тебе в подарок от меня! А теперь бежим, скоро начинается!» И скрылся за поворотом. «Вот так чудеса!» – подумал пингвиненок. И пошел дальше туда, где все громче грохотало. «Бом-бом-бом-бом!» Сумрак понемногу рассеивался. Отодвинув пригождающий путь полупрозрачную занавеску, пингвиненок увидел красивую. И пока он осущественно рассматривал яркую и легкую, парящую в воздухе, все в перьях и цветах, она сама заговорила с ним. «Здравствуй, малыш!» «Здравствуйте!» – смущенно ответил пингвиненок с прекрасной незнакомкой. «Давай знакомиться!» – ласково улыбнулась она. «Я – цирковая танцовщица!» «Я танцую на проволоке под самым куполом нашего цирка!» «А кто ты?» «Пока не знаю!» – огорченный ответил псенец. «Может, вы мне скажете?» «Малыш, я вижу тебя впервые, но что-то мне подсказывает, что ты тоже наш цирковой!» Танцовщица рассмеялась, бросила ему на прощание белый цветок и улетела туда, где словно огромное сердце стучало «Бом-бом-бом-бом!» А пингвиненок ковылял дальше по бесконечному коридору на своих маленьких лапках и удивлялся. Кого он только не встретил, едва появившись на свет. Слон, силач, лев, танцовщица. Какой диковинный мир и сколько в нем странного! Но самое удивительное – никто не знал, кто он такой. «Кто я?» – пропищал он жалобно. «Кто может мне сказать?» «Я могу!» И за оклеенной старыми афишами тумбы вдруг выехал на трехколесном велосипеде веселый. Это был самый необычный из всех встреченных им незнакомцев. Рыжеволосый, с разрисованным яркими красками лицом, в костюме, сшитом из разноцветных лоскутоков. Веселый подпрыгивал, пританцовывал и смеялся. «Я знаю, кто ты такой, малыш!» – воскликнул он. «И я, рыжий цирковой клоун, отвезу тебя к твоей семье. Забирайся!» С этими словами, не переставая весело хихикать, цирковой клоун усадил пингвиненка на руль своего велосипеда, и они вместе понеслись туда, туда, где стучала уже совсем близкая бом-бом-бом. Внезапно раздвинулись шторы, и коридор закончился. Колосипед въехал в залитую ослепительным желтым светом комнату. Пингвиненок сразу узнал и слона, и силача, и льва, и танцовщицу. Их окружала целая толпа незнакомцев, больших и маленьких, людей и зверей, пёстрых и нарядных, ярких и разных. А в центре комнаты стоял тот, кто громко бил в огромный барабан. Бом-бом-бом! Увидев птенца, он сразу же подхватил его и прижал к белоснежной груди, говоря, «Здравствуй, дорогой малыш!» «Здравствуй, сынок!» «Наш маленький пингвиненок!» Стоило нам с мамой на минутку оставить яйцо за курицами, «А ты возьми и появись на свет!» Говорит, так сюрприз! «Сюрприз, сюрприз!» Подхватила пёстая толпа. «Ура, ура!» «Давайте знакомиться!» «Я твой папа, королевский пингвин!» «Я конферансье нашего лучшего в мире цирка!» «А вот рядом твоя мама!» «И мы все!» Пингвин обвёл крылом стоявших вокруг. «Твоя цирковая семья!» «Здравствуйте, мама и папа!» Радостно запещал к ним юных. «Здравствуйте, все!» Шумная толпа обступила малыша, и каждый большой и маленький человек-зверь хотел рассмотреть и поглавить его. «Мы все так рады тебе, маленький пингвинок!» «Как вовремя ты появился!» «Как раз начинается представление!» Тут музыка заиграла ещё громче, папа-пингвин вновь застучал в свой барабан. Бом-бом-бом! Разноцветный занавес в глубине комнаты поехал в разные стороны, впуская внутрь гром аплодисментов. И все выбежали на круглую арену. «Пора от алле!» – прокричала папа-пингвин. Всё вокруг пришло в движение и завертелось. Оркестр заиграл марш. Папа-пингвин протянул малышу колотушку. «Ну-ка, теперь ты постучи, сынок!» И гордый пингвинёнок начал сам стучать в барабан. Бом-бом-бом! Слон неспешно шагал по кругу, пока обезьянки-акробаты на его спине выстраивались в пирамиду. Силач с лёгкостью жонглировал огромными гирями. Лев подбрасывал вверх горящий облач, да ещё и успевал прыгнуть через него. Танцовщица бесстрашно скользила в танце на проволоке под самым куполом. Тюлени играли в мяч, семья цирковых свинок играла на клавесине и колокольчиках. Жонглёры, акробаты, наездники, эквилибристы, фокусники и клоуны все по очереди показывали свои номера. А восхищённая публика награждала их всех от облицмена. Мир вокруг стал цветной и яркий. В этом мире было место всем и каждому. И счастливый маленький пингвинёнок радостно стучал в барабан, чувствуя себя частью этого большого, пёстрого и весёлого мира. Он был цирковой. Редактор субтитров А.Сёмкин